Всем привет, друзья! С вами Grumble канал OnlyTopGames И сегодня у нас серия новостей по Subnautica Below Zero Это значит, что мы будем смотреть контент, который уже в игре появился, но еще официально недоступен Ни в экспериментальной, ни тем более уже в стабильных сборках Итак, с чего мы начнем? Мы начнем с представителя Fauna, который только вот-вот появился на днях Итак, чтобы его посмотреть, конечно же, нужно вести консольную команду Вводим И вот, обратите внимание, вот на эту рыбочку Вот на такую голубенькую рыбочку С ужасно красным каким-то прям вампирским глазом, я бы сказал Она вот так вот гребет, мы ее быстро пытаемся рассмотреть Для этого, конечно, придется нам уменьшить скорость, да? Давайте уменьшим скорость Так, я уменьшил скорость, как обычно, еле-еле двигаюсь Но для этого мне придется, наверное, выйти все-таки из тела И вот так уже другое дело, мы сможем нормально рассмотреть эту рыбешечку Особенно, когда спадет маска с воды Друзья, обратите вот на нее внимание Называется она Feather Pish, что расшифровывается как рыба-перо Ну, оно в принципе и понятно Как вы видите, это вот основание одной самой рыбы И вот по бокам ее сверху и снизу вот такие прям два ирокеза пера Единственное, мне лично остается непонятным Зачем тогда этому основанию, вот туловищу Оставили действительно хвост, рыбий хвост Потому что вот эти плавнички, они полностью, как мы видим Функцию хвостика вот этого выполняют Ну, вот, но красиво, конечно, красиво прорисована Вернее, не красиво, а очень, скажем так, контрастно Атаки никакой у нее, насколько я понимаю, нет Это просто мирная рыбка Ну, мы это еще дальше, конечно же, проверим Так вот, вот это значит Feather Fish, рыба-перо Появилась в двух вариантах Она, кстати, давайте я вот сейчас так А, нет, не отключу, ладно Она доступна, скажем так, ее два вида появилась Вот такая, не знаю даже какая Пурпурна, голубенькая И есть еще один вариант Кстати, будет ее кушать пеникорид? Давайте посмотрим Он на нее, мне кажется, открывает Нет, не открывает пазь Мне кажется, он так пригляделся и хотел ее Но он просто понюхал или поздоровался И решил таки ее не трогать Так, давайте посмотрим на второй вид этой рыбки Который уже в игре есть Ну, конечно, официально еще не ведем Так, итак И вот у нас появляется второй вид этой рыбки Она такая же, в принципе, по большому счету, да Но раскрасочка у нее вот еще, прям еще контрастнее, скажем так Ну, даже и не знаю Если выбирать и звук Мне они чем-то напоминают, друзья Если их перевернуть в горизонтальную плоскость Это, мне кажется, какие-то прям были бы космические корабли Да, с каких-то космических рейнджеров, возможно Вот такие кораблики Мини кораблики колесанов Или что-то в этом роде Ну, вот А у нее еще, кстати, галочка Смотрите, у этой на пузе стоит какая-то галочка Перевернутая Типа, окей, все Вот такие рыбки, друзья Атаки никакой у них нет Сейчас я вернусь в свое же тело В принципе, ну, примерно, вы можете представить, да Чуть больше вот этих рыбок Меньше пеникорида, естественно Ну, давайте попробуем вернуться в свое тело Так, вернулся в свое тело И что мы видим? Гоняются за ней пеникориды или нет? Нет, пеникориды ее не трогают Но я хочу ее потрогать Называется она, как вы видите, пернач Вот такое странное перно Мне кажется, это не до конца еще сделанный перевод Потому что даже мини-иконки у нее нет Еда плюс 4, вода минус 1 Так, а где делась наша красненькая Рыба-перо? Почему так ее не переливили? Рыба-перо Мне кажется, локализацию еще под нее Сделают Красненькая где-то делась Но ничего, мы можем ее заспанить Заново Так, вот я призвал еще одну красненькую Для чего, друзья, тоже хочу Почитать о ней Описание, скажем так Ну, хотя для этого нужно было Скорее всего отсканировать Но я хотел, друзья, попробовать Хотел попробовать покормить Этими рыбками пеникорида Потому что он как-то Да, да, посмотрите, скушал Он как-то ее, когда сам подплыл Ее отверг И мне подумалось, что Он, может быть, они какие-то несъедобные Скушаешь красненькую? А ну, и красненькую Короче, они съедобные Кушать можно Мы проверили Значит, заспаним еще Вот так вот, друзья Я заспанил по 3 штучки Посмотреть, что будет Ну, пеникориды их кушать не хотят А я, по крайней мере, постараюсь Их отсканировать Хотя они немножко, конечно, быстроватые Так, красную мы отсканировали Описания видим нет И где же синенькая снова делась? Блин, какие они шустрые Какие они шустрые Уже куда-то ускакали По 3 штучки специально заспаунил Чтобы можно было, блин, отсканировать И вы видите И сразу они разбежались Так, я здесь не в креативе У меня включен и урон И дамаг И кислород Поэтому нужно эти вещи контролировать Для чего? Для того, что вы увидите, друзья, дальше Так, еще одну синенькую А, вот, вот, вот Подождите, зачем? Можно я не сбою? Вот И еще вот эту синенькую Я отсканирую Хотя тоже подозреваю, друзья Что, наверное, и этой еще рыбке Не сделано описание Да, описание не сделано Поэтому мы берем Синенькую рыбку Схватили Давайте возьмем красненькую Пока ее пеникорид не слопал Ну, мне кажется, почему-то Самостоятельно пеникориды Лопать ее не хотят И попробуем приготовить И посмотрим, что же, в принципе Насколько она вообще съедобная Раз пеникорид съел То я думаю, конечно же, съедобная Но мы это еще проверим в действии Так скажем Пернач Ну, вот такое странное название Готовим и ту, и ту рыбку И посмотрим, что же, сколько они дают 23 и 3 различий Короче, друзья, нет Вообще, совершенно нет различий Выглядят они вот так же само И мы Хотел скушать И мы вот так вот ее скушаем одну И, наверное, скушаем и вторую Короче, все, скушали Хорошо С этим видом мы разобрались Его еще, я думаю, как бы будет водить Он еще официально не веден И сейчас я вам хочу показать Очень интересную рыбку Которая появилась Не прям на днях Немножко давнее Я вам ее не показывал еще Но я ее показывал И рассказывал в обзорах новостей Еще с сентября месяца Кто смотрел еще до выхода Below Zero Да, так вот Это очень интересный Представитель фауны Давайте на нее посмотрим И, друзья, кто узнал Вспоминайте Эта рыбка Да-да-да-да-да Вот так вот она и плюется Так, давайте ее попробуем отсканировать Брайан Уинг Это вот эта рыбка О которой я делал тоже в свое время Обзоры новостей Называется она Рапокрыл Описание у нее уже есть И обратите внимание Остерегайтесь полного пузыря Это та рыбка Так, стоять Уже какие-то крики пошли Стоять Так, это та рыбка Где она делась, друзья Да, блин Какая она шустрая И уже куда-то Вот она Вот она Давайте за ней понаблюдаем Сейчас мы сделаем на один Чтобы было все видней Вот так вот будет получше И понаблюдаем Да, наполняется у нее этот Вот Вроде бы попали по струю Но урона, мне кажется, не прошло Я очень хочу за ней понаблюдать Эта та рыбка, друзья У которой вот эта пузика Скажем так Наполняется соленым раствором И она под огромным его Под большим давлением и скоростью Выталкивает наружу И образует брайникал Да Ледяной Вот тот эффект замерзания Который мы могли видеть На артах и главных концептах Игры Белого Зеру Когда она только еще делась Вот помните Вот то завихрение ледяное Которое присутствовало На этих артах Вот эта рыбка Где она делает Да что ж ты будешь делать Как она быстрая Вот эта рыбка Способна ее создавать И она на Википедии Так и числится Что она условно Вот, блин Как истребитель прям Стреляет Что она условно нейтральная И лучше не вставать Было у нее на пути Ну, по крайней мере Так было, 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 было Заявлено Вот так было заявлено Так, давайте сделаем Скорость поменьше Так, я пока делал Скорость поменьше Подбежала Семанки И схватила мой глайдер Десяток этих Брайан Вингов Вот так они Они летят на меня Прям вот-вот-вот Я становлюсь На струю Под струю Прям под струю Становлюсь Так, сделал нормальную скорость И как вы видите Ничего такого И не происходит Я хотел ощутить на себе Атаку этого ледяного Брайан Скажем так Но эти рыбки Плюются Плюются Я пробовал Засекал Плавал Как только мог Блин Вот видите Все происходит Они атакуют Непонятно кого Но урона Не наносят Мне кажется Именно поэтому Они еще в игру И не введены Но когда их допилят А я думаю Их обязательно Конечно же Допилят Тогда мне кажется На пути У них возможно Лучше будет И не становиться Пока что Это просто Вот такой Антураж Который плавает Прикольно выглядит Какие-то Какие-то Съезжавшиеся Курицы Я не знаю И вот эти Столбики Струи Выпускают Из себя Но урона Урона Не наносят Взять кстати Их в руки Так как Маленькую рыбку Я не могу То есть они Какого-то Среднего Скажем так Размера Хотя размер В принципе Можно замерить Так Я опять Оставил свое тело Вышел из себя Ну в принципе Блин Далековато Они конечно А вот рядышком Вплавают Ну вот Прям можно Посмотреть Размер Да Не особо Она крупная Ну конечно Крупнее бумеранга Намного она Крупнее бумеранга Посмотрите Да И обычной Вот той же Самой Рыбки Перо Да Намного она крупнее Это скажем так Как средняя рыба Как пингвин Идет Интересный У нее Этот хоботок Сделан А вот здесь Как раз И хранится То друзья Соляной Раствор Но пока что Пока что Опасаться ее Не стоит Так как Во-первых Вы ее В игре И не увидите Ну а Во-вторых Конечно Пока что Ее Атаки Не наносят Урона Но это Пока Так Хорошо Этих двух Рыбок Мы рассмотрели Вот так Вот Какая Интересная Зато Анимация Посмотрите Это В замедленной Съемке Посмотрите Как она Атакует Ну просто Как истребитель Поливает Поливает И поливает Вот этой Своей Атакой Да И мне кажется Или падает Бумеранг И мне кажется Или она Продамагала Друзья Бумеранга Мне кажется Он жив Нет Мне кажется Ее атаки Пока что Урона Реального Не наносят Но когда Включат Такие Буд Блин Опасные Мне кажется Мини Истребители Курицы Хорошо С этим Мы друзья Разобрались Все У нас снова Обычная Скорость И для Следующей Демонстрации Скажем так Пусть нам Брайан Уинги Там плавают А мы Перейдем К следующей Демонстрации Для этого Мне друзья Понадобится Ситрак Да Я вот сейчас Его немножко Сюда Подгоню В этом В этом Место Я думаю И Кое-что Вернее Мы призовем Снова То существо Которое Я вам Показывал А именно Левиапана Хелицерейд Но Ему Уже Прописали Атаку Давайте На это Друзья Посмотрим И так Вот Быстренько Быстренько Их быстро В мореход Быстро В мореход Пока он Тебя Не слопал Так Друзья Добавили Атаку Хелицерейду Где он Кстати Делся Я сейчас Уменьшу Скорость Так Скорость 0.3 Я хотя бы Поставил Чтоб К нему Подплыть Надеюсь Когда будет Атака Я успею Это все Дело Замедлить Что ж Давайте Смотреть Какую Анимацию Нападения Сделали Этому Левиафану Теперь Он просто Стал Гроза Гроза Того Текущего Океана Который Есть Белого Зера Это Самый серьезный Наш Хищник И противник Которого Нужно Друзья Теперь Опасаться Вы сейчас Поймете Почему Вот так Вот так Он раскрывает Свою пасть Ну давай Иди Сделай То что Ты должен Сделай С нами То что Ты должен Да блин И опять же Как обычно Он с первого Раза Его еще Попробуй Уговорить Да Попробуй Его еще Уговорить Сейчас я Все таки Замедлю Скорость Мне кажется Он нас уже Скоро Скоро Нет Не хочет он Ему намекнуть Что нас пора Схватить Конечно же Я буду Друзья Продолжать Снимать И пытаться Его Спровоцировать Скажем так Хотя я думаю В реальной игре Когда мы будем Играть Это нам Не придется Делать Очень долго Давай Давай Хватай нас Хватай нас Блин Хочу показать Людям Твою атаку А ты нас Не хочешь Вот друзья Мне кажется Сейчас Это все Дело И случится Да Да Все Смотрим Наблюдаем Наблюдаем За этой Атакой Вот эти Пасть Вот эта Огромная Пасть Которая Уже Хватает Мореход Вы сделать Здесь Ничего Не можете Вы крутите Вот манипуляторами Но ничего Не происходит И мне Очень интересно Какой же Урон Он нанесет Мореходу Вот так Вот его Щупальца Проталкивает Вас Еще дальше Прям в самую Пасть Все время Это дело Наносится Урон Да Ну а вы Любуетесь Вот этими Клыками И страшной Этой Пастью Пока что Где-то 25% Да Где-то Ушло В нашей жизни Но мне кажется Я А еще Больше Хоть Видите Персонаж Сдает Назад И задним Ходом Пытается Вырваться В итоге В итоге Мы получаем Где-то 30% У нас Был Неполный Да Мы там Где-то 98% Короче 30-32% Урона По Мореходу Мы получили Если в принципе Сказать Вы короче Протянете Ну и я Если попаду В пасть Конечно же Где-то 3 Атаки Калицерейт Сможно Пережить Будучи Скажем так На ситраке Мне кажется Этого Достаточно Чтобы понять С кем Вы Опять Атакуют С кем Вы имеете Дело И быстренько Ретироваться И убежать И убежать Ну а теперь Друзья Самое Интересное Для чего Я это Сделал И зачем Я это На мореходе Сразу Проверял Сейчас Вы увидите Опять Хватает Или нет Сейчас Вы увидите Его атаку Именно На нас Ну и вот Друзья Вот сейчас Он летит На нас Я уменьшаю Скорость До 0.1 И смотрите Атаку На персонажа Мы ее Уже конечно С вами Когда-то Видели Но тогда Нам удалось После этого Выжать И мы ждали Вторую атаку Чтобы умереть Вот так вот Все это дело Блин Вот здесь корни Как-то не вовремя Вылезли Все текстуры Вот это все Дело происходит Вроде бы Я стопроцентный Фуловый Обратите внимание Он затаскивает Нас пальцем Мы тут возмущаемся Пытаемся что-то сделать Отбиваться Сто процентов ХП Обратите внимание Друзья И просто Тупо Экран Темнеет Ну и видите И мы оказываемся В дроп поте То есть Он убивает Теперь Да Вот там он плавает Друзья Он убивает Теперь За один раз То есть Шанса У вас не будет Вот будете Где-то плавать С глайдером Вот просто так Где-то будете плыть Конечно же Он будет Не на таких Отмелях Не в таком Безопасном месте Он будет Вот посмотрите В быстрой скорости Эта скорость 1.0 Все Раз Вас нет Все друзья Вот так вот быстро Вы понимаете Кто-то там Пишет в комментариях Что теперь Стала не страшная Сабнатика Да к этого Левочку Как и теневого Левиафана Как и еще там Айс Дрэгонов Возможно Разместят В самых таких Темных закоулках И вот просто Вы будете Собирать ресурсы И от это Чудо На глубине Кромешной темноте Не этих отмелях Которых сейчас День и все видно Оно появится Из ниоткуда Схватит вас Пастью своей Под стрёмную Музычку И вы просто Сделаете там По-любому Наделаете кирпичей Блин Ну это Блин Бабки не ходи Это 100% Так что Сабнатика Еще будет Тот хоррор Поэтому друзья Вот посмотрите Как это все Быстро происходит На скорости 1.0 Все И вас нет Так что Поверьте Дождитесь Релиза А потом Высказывайте Своё мнение Что стало Сабнатика Неинтересная И не страшная Да страшная И еще та И еще та Друзья Страшная Так ну что Где там наша база Я сейчас попробую К ней доплыть Чтобы показать Еще одну новость Ой-ой-ой Я надеюсь Я убегу теперь От этого Левиафанчика Чтобы вам показать Еще одну новость Но уже не касательно Пауны Так мы возвращаемся К себе На базу И я вам Кое что покажу Которое Поможет вам Комфортнее И приятнее Играть И расслабляться В нашу Любимую Игру Итак Я появился У себя Вот так У меня база Да Вот все Здесь есть Как вы знаете Так Что мы Друзья Делаем Во-первых Нужно вести команду Чтобы я смог Это все дело построить Либо перейти в креатив Если вы там творите Но я как бы не творю Я поэтому введу команду Итак Я вел команду И разблокировал Все доступные чертежи Но Для того Что я хочу построить Вам и показать Нужна еще одна команда Которая позволит Построить это Без ресурсов Так как Тот ресурс Который необходимый Еще в игре Даже не появился Так Еще одну команду Я вел И друзья Теперь нам нужно Взять в руки Строитель Я разблокировал Все доступные чертежи То есть то Что происходит В принципе В креативе И посмотрите Что там Все это все дело Появилось Но меня интересует Другое Меня интересует Музыкальный автомат Мы его Вот сейчас Построим Где-то В принципе А вот здесь Да Друзья Это новость Я его так планировать Не оставляю Не подумайте Я его построил Просто На самом Скажем так Удалении Потому что Мне так нужно Да Кто не знает Кто уже смотрел Обзоры новостей Знает Что можно будет Строить музыкальный автомат Он еще тоже В игру Официально не введен Но в креативе Уже есть Кто хочет знать Как бы Я размещу Путь По которому Можно Размещать Свою музыку И этот автомат Будет проигрывать Как сделал я Допустим Вот давайте Посмотрим И включим И послушаем Слышите Да Пошла Музычка Пошла Эквалайзер Не регулируется Регулируется Здесь только Громкость Получается Ну можно Сделать Кольцевую Как бы Проигрывание Или Смешать Как бы В перемешку Сделать треки Но это Моя музыка Которую я Размыслив По правильному пути Плюс Сопровождается Светом музыкой Стоим Слушаем Все вроде бы Прикольно Но Стоит нам Отойти От музыкального Автомата Допустим В этот угол И вы его Слышите Уже слабенько Я надеюсь Вам на записи Будет слышно Что меньше И меньше Его слышно Где-то там Одним ухом Уменьшается Громкость Особенно Если Вот сделаю Не 100% А хотя бы Вот такую 50% Посмотрите Что произойдет Вот здесь Так Кровать Не мешай мне Я пока что Разберу Вот здесь Его Очень слабо Почти Уже Становится Не слышно Да И если Мы еще Отойдем В комнату Сканирования Его Еще Меньше Станет Слышно Уже Если я Поворачиваюсь Вообще Почти Не слышу Да Так вот Что же Добавили Недавно В игру Какой контент Появился Для этого Нужно Взять Строитель И построить Друзья Построить Где Она называется Спейкер То есть Колоночки Те самые Колоночки Допустим Уходим Вот в дальний Угол Где мы Слабо Слабо Слышим Эту Музыку И строим Эту Колоночку И посмотрите Послушайте Вернее Что произойдет И слышите И музыка Уже Стала Уже По-нормальному Слышаться Отсюда Чем Ближе Я подхожу Тем Громче Она Играет Так Ну Это У меня Очень Коротенькая База Друзья Видите В этом Случа Еще Меньше Слышно Сейчас Где-то Хотя бы На 50 Чтобы Вообще Понимали Будет Ее Слышно Или Нет Давай Включайся Видите Слабо Слабо Возле Колоночки Нормально Слышно В центре Мы отошли Только Я слышу Лично Левым Ухом И все Больше Не слышу Поэтому Делаем Еще Спикер Вот Прямо Здесь Не знаю Где Тут Можно На стене И пошла Музычка Уже Здесь Хотите Добавить Спальню Музыку Делайте Колоночки По бокам Своей Там Я не знаю Кровати Диванчика Вот Так Устройте И В эту Комнату Тоже Пойдет Музыка Именно Теперь Она Раздается Действительно Из колонок Чем ближе Колонкам Тем Громче Музыка Вот Здесь Уже Смотрите Я уменьшил Гробкость Вообще Ее Не слышно Практически Не слышно Мы Строим Колоночку И Вот Повалила Музыка Вот Такое Улучшение Изменения Разнообразия Такого Не было Даже В оригинальной Соднатики Вот Это Действительно Прикольно Очень Прикольно Мне В принципе Нравится Очень Жду Когда Эти Все Чертежи Появятся Действительно И Официально Будут Введены В игру Хотя Б В Экспериментальных Сборах Ну А пока Остается Наслаждаться Этим Либо В креативе Либо Консольными Командами Друзья Если Вы Хотите Узнать Какие Консольные Команды Я вел Как Это Делать Правильно Как Это Все Дело Использовать Я Использую Это Только В Новостях О Беллоу Зеру В Прохождении Я Не Использую Ни Одной Консольной Команды Прохождение Беллоу Зеру Есть На Канале Прохождение Оригинальной Игры Продолжается Тоже На Канале Если Вы Хотите Узнать Какие Консольные Команды И Как Это Делать Правильно Переходите По Шапке Канала На Группу Канала В В В В В В Всем Спасибо За Посмотр Я Постараюсь Вас Держать В Курсе Всех Новостей Особ Беллоу Зеру И Конечно Будем Продолжать Выживать И Делать Прохождение Беллоу Зеру И Оригинальной Игры Так Что Всем Спасибо За Просмотр Поддержите Пальчиком Вверх Подписывайтесь На канал и конечно же до скорой встречи в новом видео